Насколько помню, первое время Ленинград почти не бомбили, кольцо блокады замыкалось постепенно, но мне казалось, что голод наступил внезапно. После октябрьских праздников наш поёк резко сократили, предупредив, что хлеб будем получать порциями. Мы не поверили, но с каждым днём хлеба выдавали всё меньше и меньше. Потом сказали, второго на обед не будет. Ничего, ничего, скоро всё войдёт в норму, успокаивала нас старшина, а пока подтяните рвишки. Но скоро наступил голод. У нас на батарее полагалось каждому по 300 граммов хлеба в сутки. Часто вместо 150 граммов хлеба выдавали один сухарь весом в 75 граммов. Другую половину пайка составлял хлеб, 150 граммов, тяжёлый и сырой, и липкий, как мыло. Полагалось на каждого и по ложке муки. Она шла в общий котёл и там взбалтывалась. Получили белёсую воду без соли, соли тоже не было. С утра у коптёрки выстраивалась очередь. Старшина взвешивал порцию и выдавал. Подбирали даже крошки. Многие, получая в клетку, думали, съесть всё сразу или разделить. Некоторые делили по кусочкам. Я съедал всё сразу. Не могу сказать, что я отношусь к храбрным людям. Нет, мне бывало страшно. Всё дело в том, как этот страх ощущается. С одними случались истерики. Они плакали, кричали, убегали. Другие переносили всё внешне спокойно. Начинается обстрел. Ты слышишь орудийный выстрел. Потом приближается звук приближающегося снаряда. Сразу возникают неприятные ощущения. В те секунды, пока снаряд летит, приближаясь, ты про себя говоришь. Ну вот, это всё. Это мой снаряд. Со временем это чувство притупляется. Уж слишком чистые повторения. Первого убитого времени человека невозможно забыть. Мы сидели на огневой позиции и ели из котелков. Вдруг рядом с нашим ауте разорвался снаряд. И заряжающему осколком срезало голову. Сидит человек с ложкой в руках. Пар идёт из котелка. А верхняя часть головы срезана, как бритвы. Начисто. Смерть на войне, казалось бы, не должна сотрясать. Но каждый раз это потрясало. Я видел поля, на которых рядами лежали убитые люди. Как шли они в атаку, так и срезал их племёт. Победа. Кончилась война, а мы живы. Живы. Это великое счастье нашей победы. Война позади, а мы живы. На другой день мы увидели, как по шоссе шагали, сдаваясь в плен немцы. То есть немцы, наступление на которых готовилось. Впереди шли офицеры. За ними человек 15 играли немецкий марш на губных гармошках. Огромной выглядела эта колонна. Кто-то сказал, что за полдня немцев прошло более 30 тысяч. Вид у всех жалкий. Мы разглядывали их с любопытством. И наступило мирное время. Все нам казалось очень странным в наше состояние. Мы отвыкли от тишины. Больше всего я ожидал письма с дома. Интересно, думал я. А так победу встретили отец и мать. Я ехал и думал о войне, как о самой ужасной трагедии на земле. О бессмысленном истреблении людьми друг друга. И хотя возвращался домой несколько растерянным и в сомнениях, главное, что ощущал радость. Радовался тому, что остался жив. Что ждут меня дома родные. Любимая девушка и друзья. Все образуется, думал я. Если пережил эту страшную войну, то все остальное как-нибудь преодолею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова